Здравствуйте! Избирательные участки закрылись, страна сделала свой выбор. Президентская гонка, отличавшаяся крайней степенью напряженности, завершена. Теперь этап подсчетов и ожиданий. Мы будем получать их в режиме реального времени и, конечно же, анализировать. Сегодня у меня в студии находятся политологи, политики, политические комментаторы, те люди, от которых я намереваюсь получить анализ итогов и результатов президентских выборов. Итак, у меня в студии находится Корнелий Чуря. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис Шиповалов. Добрый вечер. Здравствуйте. И Григорий Новак. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Позже к нам присоединится политический комментатор, политик Уазун Антой. Итак, начнем с самого, наверное, общего вопроса, на который, я уверена, у вас уже есть свой ответ. Какой была эта компания? Чем она отличалась от предыдущих компаний? Господин Чуря. С моей точки зрения, то, что меня в первую очередь поразило в этой избирательной кампании, это незначительность дискуссий по поводу геополитического вектора. Как мне кажется, дискуссии ушли в сторону идеологического вектора, дискуссии о том, с властью и с олигархатом, так называемым олигархатом или нет. Это связано с тем, скорее всего, что желание говорить на геополитическую тему было в основном только у демократической партии. У правых было желание критиковать власть и критиковать режим. А у левых обе темы были возможны. Они и геополитические дискуссии могли вести, и тему по критике режима. Но ввиду таких разных интересов, в конце концов, тема критики режима возобладала. А тема геополитики, которая, мне кажется, очень важна в Молдове, она никогда не сойдет со сцены. Но ее не особенно так подымали. Вернее, я бы так сказал, демократическая партия провоцировала всех. Давайте подискутируем на эти темы. Но от этого уходили. Мне кажется, это с точки зрения дискуссии было основное. А с точки зрения действий, конечно же, связанность с этим выход лупу удивил. Хотя все признают, что это был, если не правильный, то, по крайней мере, такой неожиданный ход, который дал изюминку избирательной кампании. И вот мы с этим и пришли. Интересное такое суждение. Я бы, наверное, от себя добавила, что впервые именно на выборах еще были те силы, которые активно пропагандировали бойкот. Согласны? Да. Спасибо. Господин Шиповалов, ваше мнение. Ну, первое. Эта избирательная кампания очень короткая. Всего лишь месяц, фактически. То есть, октябрь. Таких избирательных кампаний у нас в Молдове еще не было. Я это рассматриваю как одну из предпосылок к будущей фальсификации итогов выборов. Это вот такой выбор. Ну, вывод я могу сделать из этого. Почему? Потому что правящий альянс, который находится сегодня у власти, он эти выборы выиграть честным путем практически не может. Об этом говорят все слои общества на сегодняшний момент. Единственное, что они могут сделать, как в 2014 году, 30 ноября, на парламентских выборах, которые, я тоже уверен, они были фальсифицированы хотя бы тем, что за три дня была снята целая политическая партия, что изменило очень большой расклад этих голосов. Во-вторых, почему я так говорю, это открытое вмешательство других государств в нашу избирательную кампанию. Мне, например, как гражданину Республики Молдовы кажется, что кандидат в депутаты Майя Санду нарушала избирательный кодекс, когда она фотографировалась с Ангелой Меркель, когда она фотографировалась с двумя руководителями Европейского Союза. Когда Европейская народная партия официально сделала заявление о том, что они поддерживают именно этого кандидата, проевропейского кандидата. Я считаю, что вмешательство во внутренние наши дела и в нашу избирательную кампанию были осуществлены со стороны, казалось бы, братской дружественной республики Румыния. Вы все знаете, что вчера и сегодня наши молдавские студенты, которые обучаются в Румынии, могли сюда приехать для голосования за счет, заметьте, Министерства транспорта Румынии. Это государственная организация, которая финансирует фактически приезд на выборы иностранных граждан. Как такие факты можно объяснить? Для меня это однозначно какая-то попытка как-то надавить и так далее. Могу привести еще ряд примеров открытого вмешательства послов иностранных государств, западных, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и некоторых других государств, которые открыто высказывали свое предпочтение в адрес конкретных кандидатов в депутаты. Кстати, допустим, та же Российская Федерация себе этого не позволяла. Поэтому, когда иногда говорят, что российская пропаганда, все остальное, давайте будем разбираться на конкретных фактах. Кто что пропагандирует и кто работает, и кто работает честно, у кого вот эти европейские двойные стандарты, они присутствуют. Следующий момент, ну довольно неожиданность, вот я с Корнилию согласен, да, демократическая партия, она несколько удивила. Оказывается, вот их потолок, да, политического рейтинга и вообще политический потолок этой партии 15%. Это мы видели на прошлых парламентских выборах и сегодня по количеству, если их мандатов депутатских решить, то это да. Ну и 15% их реальные, вот, которые их заставили сняться, но причины, я думаю, мы потом это еще обсудим, у нас будет достаточно времени. Ну и общий настрой этой избирательной кампании, ну очень многие поддерживают Игоря Дадона, могу просто массу привести примеров, разговоров с различными людьми, да. Вот я только что приехал из Приднестровья, был у своей матери, там встречался со своими родственниками, Бендеры, там другие, они тоже идут на избирательные участки, те, кто имеет молдавское гражданство, они идут голосовать. То есть активность довольно-таки, ну... Ну про активность мы сейчас поговорим, здесь, по-моему, этот вопрос нуждается в отдельном обсуждении. Господин Новак, чем отличалась эта кампания от предыдущих? Ну, во-первых, Людмила, я хотел бы, ну воспользуясь этим случаем, хотел бы поблагодарить всех граждан Республики Молдова, которые сегодня не отсиделись дома, а вышли массово на избирательные участки. Хотел бы поблагодарить, опять же, тех же всех наших представителей, наблюдателей, которые вот в это время находимся в студии, они на участках считают, наблюдают за процессом, чтобы не допустить фальсификации. Возвращаясь к нашей теме, да, действительно, была очень тяжелая кампания, на нас, к сожалению, спустили всех собак, которые... То есть никто даже не разбирался, статьи под заказ, все, что угодно было, все абсолютно. Вплоть до, начали громить наши партийные офисы, ну такие мелкие пакости, которые, по их мнению, могли бы как-то повлиять на мнение избирателей. Мы смогли, смогли, я уверен, что мы победим. Почему? Могу объяснить. Мы избрали четкую тактику, четкую... У нас была четкая стратегия. По моему мнению, мы вообще ошибок не допустили, скажем так. То есть работали с утра до ночи, то, что не делали наши оппоненты. Мы ходили по селам, по территориям, абсолютно все, мобилизировали всех подряд. Знаете, это одно, когда мы делаем умный вид в экране телевизора и объясняем, что да как. И совсем другое, когда общаешься вживую с человеком, когда слушаешь его, когда он зовет тебя вопросы вживую. Даже те же неудобные вопросы. Когда человек понимает, что пришел к нему в селе Икс не месяц-полтора выборов, или когда нужны собрать подписи в пользу кандидата, а ты приходишь довольно часто в это село. То есть мы избрали эту тактику еще сразу после парламентских выборов. У нас мы начали активно работать в территориях и в Кишиневе, во всех населенных пунктах. И то, что люди сегодня вышли массово голосовать, я уверен, что большинство отдали голос за нашего кандидата, за Игоря Дадона. Можно говорить все, что угодно. Наши оппоненты, знаете, мы видели двойные стандарты, когда вроде бы есть, ну, господин Шаповалов уже сказал, фотографии с разного рода начальников из Евросоюза, с Янкером, с Меркель. Ну, хорошо, я просто, вы на секунду представьте, что было бы, если Игорь Дадон появился с Путиным рядом. Представляете, как начали бы визжать все. Ну, и бог не, и какое-то предупреждение. Разве это не снятие предвыборной гонки? То есть, вот такие двойные стандарты. Вроде бы есть закон, а, ну, если бы мы знали, что это только предупреждение, а что? Могли бы мы нарушить. Но мы не пошли этим путем. Мы, естественно, за соблюдение закона, чтобы никто не мог сказать и предъявить нам что-то, что вот мы сделали что-то не так. Опять же, это же предвыборная кампания. По крайней мере, я не увидел то, что было раньше. Ну, во-первых, не участвовали крупнейшие партии, скажем так, ранее, которые были крупные. Сейчас уже они мелкие. Которые сейчас у руля страны. Это Демпартия, это ЛДПМ. И мы не увидели фуры с рисом, не увидели макаронов, еще чего-то. Мы сами удивились сегодня. Господи, что происходит? Неужели закончились макароны в стране или кто-то одумался? А оказывается, кандидат снялся с гонки. Интересные у вас, конечно, впечатления. Я смотрю, у всех разные. А что, увидели концертов? Концертов не было, макарон не было. Что-то происходит. Мне кажется, это вас радует должно было как раз. Знаете, отсутствие концертов и макарон. Может, люди, конечно, расстроились насчет макарон? Да, насчет макарон. Мне по этому поводу сегодня рассказали. Ну, анекдот. Две женщины в селе сидят, разговаривают и говорят, слушай, осталась неделя до выборов. Не знаю, за кого голосовать. Ни риса, ни макарон, ни гречки. Да. Теперь я призываю вас серьезнее все-таки взглянуть на вещи, потому что хочу поговорить о явке участников. Вот смотрите, я сейчас зачитаю данные для наших телезрителей скорее. Значит, известно, что проголосовал 1 миллион 432 тысячи 762 избирателя. Это 48,96%. Вот такая явка. Вообще, о чем говорит вам это число проголосовавших? Я уверена, что вы наверняка смотрели выборку по различному классификации, по возрасту, по полу, по географическому принципу. Как вы охарактеризуете данные явки? Господин Шаповалов, только если можно, не очень долго. Не очень долго. А можно на конкретных цифрах? Если у вас есть цифры конкретнее, чем у меня, то да. Вот еще раз повторите вот эту цифру. 1 миллион? Да, 432 тысячи 762 человека. Вот где-то приблизительно полтора миллиона – это наш избиратель, который находится в Молдове. И эта цифра как раз подтверждает, что более миллиона наших граждан сегодня находится за пределами нашей страны. И этот миллион наших граждан сегодня нашим правительством лишен права проголосовать за своего президента. Лишен права свое конституционно участвовать в выборах. Почему? Потому что открыто, если в Молдове 1958 избирательных участков, то за границей открыто всего лишь 100 избирательных участков. И с нашей диаспорой, фактически за границей, никто по большому счету не работает. А ведь мы знаем цифры, которые там, что там у нас, наше правительство и Центр избирком отчитался, что в 2016 году у нас избирателей, включенных в государственный регистр, 3 миллиона 237 тысяч. Ну и вот соотношение полтора миллиона проголосовавшихся – вот это та правда, которая есть. Я поняла. Господин Чуря, вот эти цифры, которые у нас есть на этот час. Давайте вспомним о том, что призывали некоторые партии, как я уже говорила, бойкотировать выборы. Вот такой результат. Давайте вспомним, как голосовала молодежь и как голосовали пенсионеры, значит, и сделаем из этого определенные выводы. Давайте вспомним, что у нас Север очень активно голосовал и неожиданно очень слабо проголосовала Гагаузия. Что у нас Кишинев оказался в числе лидеров проголосовавших. Мне кажется, это тоже интересный результат. Давайте, может быть, все-таки более так подойдем конкретно. Господин Чуря. Вы сказали, что где-то 48-49%. Почти 49%. Да. Как мне кажется, сравниваясь с другими цифрами, это низкий показатель. Тем более, что от президентских выборов ожидается более высокая явка, чем в парламентских выборах. То есть сразу же можно сказать, что бойкот, можно и этот фактор принять во внимание, бойкот в некоторой степени сработал. Мои ожидания были в том, что все-таки проголосует больше 50, не до хотя до 60, но где-то там до 55%. И это означало бы, если бы проголосовали больше 55, что бойкот коммунистов, других партий не был бы столь эффективен. Сейчас можно говорить о том, что определенные последствия бойкота имеются. То есть люди, это был один из тех факторов, который сделал так, что люди не вышли на выборы. Конечно же, другой фактор, как мне кажется, который повлиял на то, что люди не пошли голосовать, это последние две недели избирательной кампании. И весь этот момент выхода Марьяна Лупу из избирательной гонки, как мне кажется, часть электората был в недоумении, как поступать дальше. Потому что все-таки вы сказали, господин Шаповалов сказал цифру 15%. Можно, конечно, спорить плюс-минус, но где-то опросы были в этом районе. То есть где-то 15% электората, им сказали, Демпартия, что нужно голосовать за проевропейского кандидата. И дальше уже никаких ценных указаний не последовало. И этот электорат был где-то, я бы даже так сказал, ошарашен. И вот это тоже сказалось. Поэтому, да, третий момент вы сказали. Гагаузию, конечно же, коллеги прокомментируют, но Гагаузия, да, интересно. И это, кстати, как говорится, ФЕФ или поле в основном для левых сил нашей политики. То есть где-то здесь не досчитались своих голосов левые силы. Мне кажется, это проблема. Желательно, чтобы Гагаузия была как можно сильнее вовлечена в политические процессы. Тем более такие важные, как президентские выборы всея Молдовы. Поэтому это, конечно же, прокол. И то, что Кишинев имеет высокую явку. Ну, я коротко прокомментирую. Мне кажется, что в Кишиневе очень силен идеологический голос, голосование. То есть люди не оценивают степень эффективности там правления, а критикуют власть. То есть Кишинев, он такой антиправительственный, скажем, поле для голосования. Поэтому здесь, конечно же, люди отмобилизовались лучше. Потому что критика нынешнего правящего режима в Кишиневе очень активна. И здесь были и протесты, и поэтому они лучше себя как-то проявили. Тем более это в контексте того, что идеологическое голосование, как я сказал, с моей точки зрения неправильно это было. Но так получилось, что оно восторжествовало над другим типом голосования. Благодарю вас. Господин Новак, что вы скажете? Ну, во-первых, насчет Гагаузи. У Гагаузи нужно сравнить цифры, к примеру, 2014 года. Ну, разница не такая уж и большая, если сравнить 2014 год и 2016. Это в первую очередь. Естественно, от общего числа, которые вышли из Гагаузи, наших граждан, которые вышли на голосование, у нас, по крайней мере, у нас очень хорошие там встречи мы проводили. Я уверен, что там должно массово. Ну, по крайней мере, я вот в режиме, скажем так, онлайн получил от наших коллег. Вот в Гагаузи, к примеру, село Тамай вышло на участок 675 избирателей, 590 за Додона. Это очень хорошо, по моему мнению. И до эфира, когда мы вышли, я получил данные из нескольких сел тоже, но это не Гагаузи, это Каушана. Там есть и 77%, есть и 70%, есть и 65%. То есть, очень хорошие результаты для нас. Север, да, север, как всегда, они всегда были, есть и будут, думаю, самые активными и добросовестными. Не будем спешить с выводами, но, знаете, меня не подводит интуиция. Я знаю, как мы работали. Поэтому сложно сказать, что мы что-то сделали не так. А насчет диаспоры, да, было допущено очень много ошибок, скажем так, от нынешней власти. Когда заставляешь человека часами стоять в очереди, даже если он где-то в душе был за нынешнюю власть, только за то, что он где-то там, не знаю, в Израиле или в Лондоне простоял 3-4 часа, чтобы попасть на этот участок, он именно проголосует против, вот если это протестный электорат из Европы. Вот увидите результаты, я уверен в этом. Потому что многие удивятся, когда... И второй раз не придет. Я бы поняла, если бы вы это сказали в отношении Москвы, понимаете? Потому что мы помним, что творилось, да, значит, на избирательных участках в Москве, когда люди стояли там и штурмовали буквально. И вот они померзли 5-6 часов тогда. Да, я знаю, очень мне звонили. То есть с этим связано, да, что сейчас плохо пришли. И сегодня, сегодня это повторилось. Понимаете, оно повторилось. Когда они разозлили просто людей. Это результат, это принцип бумеранга, если хотите. Потому что, как сказал господин Шаповалов, да, действительно, в 2014 году, это был ноябрь месяц, конец ноября. Холодно, мороз был. Мороз был сумасшедший. Там тысячи людей. Все мы знаем, есть видеоматериалы, фото. Тысячи людей собрали. Всего два избирательных участка. Один в посольстве Республики Молдова, второй в Раменском. Ну это, извините, это издевательство. Мы, кстати, до самого избирательного процесса, до сбора подписей, мы сделали официальный запрос в МИД, чтобы они нам ответили, сколько граждан и где находится, в какой стране. Чтобы мы могли понять четкую картину, сколько участков и где нужно, скажем так, открывать. Открывать, но наша Центральная избирательная комиссия, вот, изначально нужно, они мотивируют, что вот онлайн регистрация, не знаю что. Но мы всегда же услышали, что везде всегда были проблемы, то интернета нет, то у них сбои в сети, то еще чего-то. То есть, ну, человек знает, что вот день выборов такого-то числа, он приходит на участок и голосует. Ему некогда заниматься регистрацией всякие, ну вот кому это вот нужно. И в свою очередь люди массово выходили, и вышли и сегодня, опять же, мне выслали фотографии, в Москве тоже очереди, в Питере очереди. Хорошо, а в отношении молодежи, вот все-таки, почему она так слабо участвовала? Вот по некоторым данным, как бы, молодые люди 18-25 лет всего проголосовало 10,09%. То есть, вот такие данные. А молодые люди до какого возраста? Вот здесь, здесь даны данные от 18 до 25 лет. До 25 лет. Да, то есть, есть какое-то вот у вас пояснение? Ну, как мне кажется, примерно столько и представляет от общего количества населения, потому что, видите, там группа людей 18-25, а остальные группы, они больше по возрасту, там 25-40. Там 26-40 следующее, да? Да, видите. Не более социально. Поэтому, как мне кажется, я не уверен, что это пассивность. 10%, но если брать, это 18-25, это всего лишь 7 лет. То есть, тут нужно смотреть от общего количества населения, но я бы не сказал, что это пассивный голос. То есть, неправы те, кто считает, что молодежь проигнорировала эти выборы. Да, господин. Здесь есть два момента. Давайте по явке я один момент уточню. Вы знаете, я последние дни очень много общался с людьми и столкнулся с таким парадоксальным явлением. Мне отдельные, ну, я не скажу, что много, но отдельные мне говорили прямым текстом. А зачем идти на первый тур, когда мы знаем, что будет второй? Поэтому, может быть, вот эта явка чуть-чуть ниже 50%, было бы она 54-55, вот как Корнелев говорил, я солидарен с ним в этой оценке. Говорили, а мы все равно знаем, что во втором туре будет Дадон и Санду, говорит, мы на второй тур пойдем. Вполне возможно, сработало и это. Как раз вот именно в этой возрастной категории и молодежи, вот эта прагматичная категория, да, до 40 лет. Старшее поколение, оно вышло более активно, потому что оно дисциплинированно привыкло с советских времен выполнять свой гражданский долг и так далее. Да, активнее всего голосовали люди от 56 до 70. Абсолютно не сомневаюсь, потому что сам видел, сегодня наблюдал на избирательном участке своем, что происходило, когда голосовал. Ну и, как правило, эти люди идут первой половине дня. А вот по молодежи есть еще один вопрос. Опять-таки, общаясь с этой категорией, со студентами, со старшими лицеистами, там 12-классники уже голосуют, им по 18 лет, они очень многие говорят о следующем. Мы в этом не разбираемся, мы не понимаем, кто за что. Говорит, ну вот мы смотрим, левые и Дадон, и Чубашенко, вроде бы они одинаковые, нормальные, но, как говорится, наши, нам за кого идти голосовать. Давайте посмотрим, что будет, вот во втором туре мы, наверное, и пойдем. Ну и, опять-таки, молодежь у нас в загоне, с ней же никто предметно не работает. Здесь есть определенные моменты, это, видимо, вот те проблемы нашей государственной политики, когда мы этой возрастной группе не уделяем внимания. Ну и давайте посмотрим цифры безработных среди этой категории. Они, там где-то до 40%, как раз именно этого возраста, люди безработные, непонятно где они, чем они занимаются. Я абсолютно уверен, что все они за пределами республики на сегодняшний день работают, где-то гастарбайтерами и так далее. Может быть, вот эта причина в этой возрастной категории. Может быть, хорошо. Нарушения, это самая такая популярная тема, которую очень многие кандидаты в президенты весь день раскручивали. Особенно, на мой взгляд, мне показалось, что больше всего о нарушениях писали представители нашей партии, представители партии УСАТ. Вот, по-моему, как никто. Они фиксировали буквально каждое там, вот, все, что там было замечено в соцсетях, да, вот, любая фотография, они тут уже это дело комментировали. Во-первых, давайте так, вот, я хотела бы, чтобы вы оценили, да, весь масштаб бедствия. Какие нарушения, если с вашей точки зрения они были, могли как-то даже повлиять на ход голосования? Было такое или нет? Кто первый? Многие, я сегодня весь день был на связи, вот, в качестве юриста консультировал наших представителей, наблюдателей. Таких, скажем так, серьезных нарушений мы не наблюдали. Были нарушения, но такие мелкие, незначимые, которые, ну, по нашему мнению, ну, никак не могут повлиять на результаты выборов. Я повторюсь, как и сказал ранее, возможно, это из-за того, что в этой предвыборной гонке за президентское кресло, ну, на последней 100 метровке, скажем так, снялся кандидат от Демпартии. До этого непонятно, что происходило на правый фланг, там, то снимались, то не снимались, вообще непонятно, люди вообще не понимали, что происходит. Если учесть, если вернуться и посмотреть статистику нарушений за предыдущие выборы, 2014 года и так далее, даже и местные выборы, скажем так, то в основном в этих фальсификациях участвовали представители, скажем так, правящей коалиции. Ну, все зависит от региона, кто больше, кто меньше. Но мы точно в этом не участвовали, потому что у нас и рычагов нету, и админресурса нету, и вообще ничего нету. То есть мы работали честно, добросовестно, да, мы были те, которые действительно собирали эти подписи. Это и долгой результат. Ты когда собираешь подписи, ты общаешься с человеком. Это определенный, скажем так, ну, где-то, не знаю, может быть, на подсознательном уровне, это даже где-то человек, может быть, он считает, что если он отдал свою подпись в пользу кандидата X, то он пойдет и голосовать за него. Есть те, которые так не считают. Но серьезных фальсификаций, нарушений к нам в офис не поступало. Ну, как правило, знаете, говорят, что все, что происходит, ну, на последней 100-метровке, там, после 7-8, как раз темнеет и начинают... Когда подсчет начинается. Да, да, да. Или когда подсчет. У нас, я не знаю, может быть, вам говорил наш, ваши журналисты были на пресс-конференции Игоря Николаевича Додона, мы собрали, скажем так, очень серьезную и мощную команду. Мы подготовили 10 тысяч наблюдателей на всех участках. У нас нет участка, где мы не прикрыли, даже за рубежом, даже за океаном. То есть у нас везде есть наши глаза, серьезные люди, понимаете, что они ответственно относятся. Потому что даже в Европе люди хотят, ну, люди мечтают, они хотят вернуться домой, к семьям, к детям и так далее. Поэтому, не знаю, пока я ехал на передачу, может быть, что-то и случилось, я не владею информацией. Но то, что было до 8 часов вечера, ну, таких серьезных нарушений не было. Если можно, коротко, да. Я к результатам бы хотела уже, да. Ну, я думаю, что во время самого голосования особых каких-то, значит, таких недостатков быть не может. Потому что члены избирательных комиссий, они, как правило, из года в год одни и те же, они проинструктированы. Мелкие какие-то вот такие ситуации, они, конечно, возникают. Ну, допустим, я знаю, что в Одессе сегодня на 40 минут позже открылся избирательный участок. Это, конечно, нарушение. Я знаю, что там процента 3-4 избирательных участков открылись чуть-чуть позже времени. Ну, это незначительное количество на почти 2000 избирательных участков. То есть, вот такие нарушения могут быть. Я сам, допустим, на своем избирательном участке, когда голосовал, присутствовал при мелком нарушении. Каком? Вот я голосовал, а рядом вот со мной мужчина очень пожилой, и вот у него такая большая увеличительная лупа была, и он пытался рассмотреть там этот бюллетень, где он должен проголосовать за кого-то. И он обратился за помощью, стоял дежурный возле кабинок члена избирательной комиссии. И тот ему начал помогать. Я вмешался, потому что я знаю, что член избирательной комиссии не имеет по закону права это делать. А он ему начал уже, взял тыкать, вот, ну, ставить вот эту вот, ну, печать. Я к нему обратился, я говорю, извините, можно я помогу в соответствии с законом гражданину? И помог ему поставить вот эту штучку. Потом подошел к секретарю избирательной комиссии и сказал, вот смотрите, у вас вот такое вот нарушение. Ну, то есть, считаю, что выполнил свой гражданский долг. Но основная фальсификация, если она делается, она делается всегда после закрытия избирательных участков, на конкретных избирательных участках, да, там, где можно. Я вынуждена вас здесь прервать, потому что у нас вот стали появляться уже первые результаты. Значит, обработано бюллетеней 33,97%. Да, результаты подсчета голосов. Игорь Дадон 55%, Майя Санду 30,66%, Дмитрий Чубашенко 5,72%, Юрий Лянко 3,68%. Вот пока вот есть исключительно пока эти... 33 или сколько? 3,68%. То есть, Дадон и Санду разрыв 25%? Нет, но сейчас после 3% это... Нет, секундочку, 33,97%. 33% голосов. 33%? Да, да, 33,97%. И пока вот у нас такой результат. Как вы прокомментируете? Это обработано 33%? Это обработано, да. Это солидное цифры. При других избирательных кампаниях. Все-таки обычно у социалистов, по-моему, всегда цифра чуть больше, а потом оно чуть уменьшается. То есть, всегда... Кардели намекает сейчас на то, что... Нет, ну я не знаю, это... Что этот результат будет ниже. Я потом объясню, почему. Я думаю, что он чуть-чуть будет падать, но не уверен, что он будет падать ниже 50%. Но тут опять, по-моему, есть определенная деталь, очень важная. То есть, для того, чтобы одержать победу в первом туре, вполне вероятно, что недостаточно 51 или 52. Нужно набирать чуть больше, потому что будут принимать во внимание и те бюллетени, которые недействительны, которые были загублены, скажем так. Поэтому... То есть, из числа проголосовавших потом будут они все это дело собирать? Разве не из числа зарегистрированных избирателей? Из числа, которые участвовали в голосовании, а те, которые участвовали, они могли и неправильно проголосовать. То есть, тут есть определенные нюансы, я не знаю, как будут... То есть, вы пока остерегаетесь говорить, что в первом туре у нас будет известен победитель. Я правильно вас понимаю? Я пока что, да, остерегусь. Так, господин Шаповалов, коротко, хорошо? Коротко. Я ожидаю победы Игоря Дадона в первом туре. И думаю, что это вполне реально. Вот те цифры, которые вы назвали по Дадону, Санду и Чубашенко, они вполне реальны. И мы об этих, ну, тех, кто занимается постоянно политическими процессами, об этих цифрах приблизительно и говорили. Почему могут измениться цифры у Дадона? Ну, извините, будут держать до конца иностранные избирательные участки, которые нельзя проконтролировать, которые находятся в постольствах, где может быть массовый вброс бюллетеней. Это 100%. И что было во Флоренции или в Неаполе, очень сложно сказать здесь, будучи в Кишиневе. Потому что мы не контролируем эти избирательные участки. А, извините, решите один вопрос с одним наблюдателем. Мы знаем, как у нас... Не очень, пожалуйста. Поэтому я уверен, что там, где этот задел заложен, он может в какой-то степени сработать. Но, посмотрите, чтобы не делали, да, вот этот разрыв, смотрите, почти в 25% между Дадон и Санду, да, это очень серьезная заявка для... То есть вы полагаете, что это тенденция? Да, это тенденция. Благодарю вас, господин Новак. Вас как эти результаты, судя по всему, должны обрадовать. Вот я смотрю, вот прямо сейчас в Гагаузе вот появилось, даже в процентах, отдельные населенные пункты, вот, к примеру, Гагусье, село Феропонтьевка, 81% Дадон. Рыжкановка, вот тут участок 236, 667 на 343 мая Санду. Это по Кишиневу, да? Да, вот село Конгощик, 87% за Игоря Дадона. То есть, я думаю, мое мнение, что даже если где-то, ну, скажем так, будет пару избирательных участков послабее, то эти перекрой туда, и мы где-то остановимся на вот на этой цифре, 52, 53, да, я думаю, в Кишиневе, чтобы это хорошее было. Так я и говорю, в Кишиневе, да. Поэтому эта цифра, я не знаю, ну, может быть, знаете, избиратель всегда прав, он может удивить всегда. Я смотрю, вот сейчас, ну, с разных участков кидают цифры тут в соцсетях, ну, довольно внушительные цифры. Оно, естественно, ну, не будет по всей республике так, 87%, естественно, будет падать за 50%. Ну, мы видим, по всей республике пока 55%, то есть у Игоря Дадона. То есть, я думаю, эта тенденция удержится, ну, если и упадет, то процент не будет. Хорошо, у вас нет единства по поводу того, будет один или два тура, но вы сейчас согласитесь со мной, что большинство политологов считает, что на этих выборах победит кандидат от оппозиции. Победит либо Игорь Дадон, либо, значит, Майя Санду. А Санду не оппозиция? Ну, да, я знаю, что... Когда ее поддержал Плохотнюк, поддержала демократическая партия. Какая-то оппозиция? Да, да, да. Я знаю, что так... Как раз партия социалистов вот именно так и комментировала, как говорите вы. Но что это будет означать для политической ситуации в стране вот в целом? Когда у нас есть такой парламент, когда у нас есть, да, значит, такое правительство. И вот появляется у нас, значит, президент-оппозиционер, ну, по крайней мере, называют так себя с вашей точки зрения. Вот какова будет ситуация в стране? Она будет отличаться большой напряженностью? Господин Чуря. Ну, я надеюсь, что нет. Конечно же, президент... При любом, если победит любой кандидат, и Дадон, и Санду? Да, я сейчас не делаю различий между ними. Президент-оппозиционер, конечно же, создаст определенные трудности для власти и будет продвигать свою собственную линию. У Дадона есть своя собственная линия. У Майя Санду, если честно, кроме борьбы с коррупцией, я не заметил таких особых сильных идей. Но, тем не менее, она, конечно же, может себя противопоставлять режиму. И она довольно-таки сильный человек, так кажется, несмотря на хрупкость. Поэтому я думаю, что президент должен быть сильнее Тимофти, чем был Тимофти. И, кстати, я думаю... В крайней мере, он должен говорить. Да, я думаю, что есть запрос в обществе на такого президента, на говорящего президента, на президента, который поднимает серьезные вопросы. У меня есть и такое, скажем, ощущение, что президент должен хорошо разбираться в вопросах, как я говорил, геополитического плана. Но это означает безопасность, это означает Приднестровье, это означает Евросоюз, это означает Евразийский экономический союз. И такие вопросы, даже гагаузские вопросы. То есть, я бы сказал, что в этом плане у Додона на сегодняшний день больше преимущества над Санду. Но это не исключает, если Санду станет когда-то президентом, то она может в это войти. Но, как мне кажется, президент должен быть силен в этих геополитических аспектах, должен быть определенным противовесом для власти, если он оппозителен. Но это не означает, что отношения между властью и оппозиционным президентом должны быть очень напряжены и превращаться в войну. Вот здесь я бы не согласился с такой оценкой, если кто-то ее дает. Мне кажется, что все равно, принимая во внимание очень тяжелую политическую и геополитическую ситуацию, в которой находится Молдова, они должны находить компромиссы по таким большим проблемам. Должны, а будут? Я думаю, что да. У нас пока что, я не думаю, что есть возможность появления такого президента, как Троян Басеско, который был воинственным президентом и противопоставлял себя всей политической системе по той простой причине, что в Румынии были решены главные их геополитические вопросы. Евросоюз, НАТО, они все это решили, и потом у них появился такой президент, который мог себе позволить воевать со всеми. Почему вы уходите так в Румынию? Вы вспомните, у нас была война между Петровым Кириловичем и Лучинским, и нашим парламентом, это нам ближе. Да, это война, но я бы, хорошо, мне сейчас трудно вспомнить, как это все происходило. Нет, я вам могу напомнить, как это все происходило, это все происходило на той волне, что президент обратился к народу с просьбой о повышении полномочий. Да, и была война между Снеговым и Лучинским, кстати, министром обороны. То есть были такие кризисные ситуации, кстати, очень неприятные для Молдовы, и как мы из них выходили. Поэтому я сторонник все-таки того, что несмотря на оппозиционность, президент и власть должны все-таки по основным моментам находить компромиссы. А по таким моментам, как коррупция, которые я все-таки считаю важными, но несколько второстепенными, сравнивая с геополитикой, то там могут быть конфликты. По экономической политике могут быть разные точки зрения. То есть и конфликт, и все-таки, и консенсус. И то, и другое. Спасибо. Господин Новак, вот если ваш кандидат Игорь Дадон станет президентом, означает ли это политическая война с парламентом и правительством? Такая терминология у вас в политическом моменте. Ну как, у нас очень многие, кстати, оппозиционные кандидаты обещали и буквально вообще распустить, даже не воевать, понимаете? А сразу распустить. Я могу сказать с уверенностью, что наш кандидат начнет воплощать в жизни предвыборную платформу. Вот это будет. А как это люди поймут, что это война, или это борьба, или это что-то другое, это уже каждый просто... То есть борьбу обещаете, войну пока нет. Ну, каждый видит по-своему, понимаете? Кто-то видит, что это война, кто-то видит, что это вообще бездействие, кто-то видит, что это что-то другое. Но то, что наш кандидат начнет воплощать в жизни то, что было четко написано в его программе, Игорь Николаевич даже сказал, что вот у меня есть то, что сделаю за первые 100 дней и так далее. Это будет. Другой вопрос, начнет ли нынешнее, скажем так, парламентское большинство, правительство сопротивляться. Естественно, будет сопротивляться. Я думаю, я уверен, больше чем уверен, что он начнет сопротивляться. Но думаю еще и люди, которые... Мы будем объяснять народу, что вот, мы обещали, мы начинаем делать. Вот кто сопротивляется. Я не исключаю, что через некоторое время мы поставим вопрос немножко иначе. А может быть и референдум, может быть стоит давать президенту другие помощи. То есть это обсуждаемо. Я не исключаю тот факт, что хорошие вещи парламентское большинство примет. Не исключаю. То есть сложно предугадать, как они поступят. То есть мы не... То есть это будет зависеть от них. От них, конечно. Но то, что мы сдаваться не будем, это пускай даже не надеется. Прежде чем я предоставлю вам слово, я просто для наших телезрителей, тех, которые включили телевизор позже, я хочу еще раз произнести эти цифры. Напомнить, что обработано 33,97% бюллетеней. Значит, результаты таковы. Игорь Дадон 55%, Майя Санду 30,66%, Дмитрий Чубашенко 5,72%, Юрий Лянко 3,68%, Михаил Гимпу 2,4%. Валерий Гелецкий 1,12%, Майя Лагута 0,84%, Сильвия Раду 0,38%, Анна Гуцу 0,18%, и Мариан Лупу, естественно, 0%, потому что кандидатура была отозвана. Вам слово в отношении... Я смотрю, уже обновленные данные, да? Сколько вы сказали обработано? Нет, это 33,97%. Ну вот, есть 46,76%. Вот как раз сейчас пришли, да. Тенденция, это будет держаться? Можно я только что обновила, да. И у нас уже 46% практически уже обработано. И результаты таковы. Игорь Дадон 53,92%, Майя Санду 32,21%, Дмитрий Чубашенко 5,5%, Юрий Лянко 3,46%. Ну, там остальные практически, смотрю, мало что у них изменилось. То есть видим, что 1% у Игоря Дадона получается минус. Вам слово, Исмин Шповалов. Значит, давайте вот все-таки разберемся. Два основных кандидата. Это Игорь Дадон и Майя Санду. Да, как мы видим, мы уже, по крайней мере, можем с основанием об этом говорить. Да, с основанием об этом говорить. Но давайте так. Оппозиционный здесь кандидат только Игорь Дадон. Потому что партия социалистов организовывала протесты вместе с платформой, да, Андрея Анастасия, вместе с нашей партией, Рената Усатова. Вот это оппозиционеры. Они мерзли в палатках, они выходили на митинги, они что-то требовали. Майя Санду ничего, для этого не делала. И сегодня говорить о том, что человек, который был в трех правительствах, и Филата, и кого там, Лянг, Габурич, и говорить о том, что она оппозиционер, я не могу. Плюс, учитывая, что Альянс в лице Демократической партии ее лидеров поддержал Майю Санду, о какой оппозиции с ее стороны можно говорить, когда она фактически сегодня представляет интересы права электората. Игорь Дадон, я считаю, что эти цифры, которые идут, сегодня выше 50%, это заслуженно, это говорит о том, что народ действительно поддерживает оппозиционного политика, о том, что народ поддерживает его программу, и он, насколько я знаю, Игоря Николаевича, очень здравомыслящий человек, и навряд ли он будет объявлять какие-то кому-то войны и так далее. Это с ним будут пытаться бороться, это его будут пытаться ущемить и со стороны парламента, и со стороны правительства, то есть не дать реализовать ему свою программу, и таким образом как-то дискредитировать и так далее. А программа у него, она очень нормальная, реальная. Вы меня извините, вы можете мне сегодня сказать программу Лянка, мы идем на запад, и все? А что мы будем делать конкретно в экономике, в сельском хозяйстве и так далее? Вы можете мне сказать программу Михаила Гимпу, у НИРа, дальше, а жить будем как, что мы будем кушать и так далее? Вы можете назвать мне программу САНДу конкретную? Нет, у нас единственный кандидат из всех президентов это Игорь Дадон, который имеет программу социально-экономического развития страны на 2017-2020 год. Она очень конкретная. Я хотел бы спросить конкретного другого кандидата в депутаты. Скажите, пожалуйста, вы можете точно подобное сегодня сказать, что вы будете завтра делать, завтра, послезавтра? Я знаю, что Дадон будет и знает, что он делать, потому что это все в этой программе расписано. Теперь давайте посмотрим, кто знает команду Мари Санду? Ну, назовите вот здесь находящиеся, вот, помогите мне, Григорий Натармелев. Андрея Анастасова. Да, ну, ну вот, там, кто этих людей знает, которые что-то сделали для этой республики? А у Дадона фактически готовое правительство. Он тоже себя уже считает членом команды. Вы просите назвать, мы называем. Нет, Гречана это премьер-министр уже. Цуркан может возглавить любой силовой блок. Это вы сейчас про команду социалистов Да, команду социалистов. Возьмите Андрея Негуцева, готовый министр иностранных дел. Давайте Смирнову возьмем, Батрынчу возьмем. Давайте. Там масса людей, которые могут завалить на свои плечи сегодня эту республику, идти реализовывать эту программу. И поэтому, наверное, люди вот так голосуют, потому что они видят в этой команде и в этом кандидате в президенты какую-то реальную фигуру, какую-то надежду для своего будущего. Я вот с точки зрения этих двух кандидатов в президенты исхожу вот именно вот с этой позиции. Я благодарю вас и говорю, что уже обработано 49% бюллетеней, результаты таковы. Игорь Дадон 53,9 Майя Санду 33,33 Одни тройки. Дмитрий Чубашенко 5,33 Юрий Лянко 3,45 Остальные, я смотрю, у них данные мало что, мало как изменились. Статистическая погрешка. Ну, то есть, это практически половина. Получается так. У вас поменялось мнение? Нет, я хотел бы отметить один момент, который, я думаю, мы все знаем, замечаем. То есть, даже в случае, если господин Дадон не победит в первом туре, все-таки тут он на волоске в этом смысле. Потому что, если в случае, если будет идти тенденция нисходящая, а голоса с западных посольств скорее всего будут в пользу Майя-Санду, то тут мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, что он побеждает. Но у него есть интересный запас в виде тех пяти процентов, которые в случае, если наши нашисты и Чубашенко и поддержат, и сделают заявление. Ну, так раньше они, по крайней мере, говорили. то тут, конечно же, появляется серьезный запас, который и без другой излишней мобилизации может привести во втором туре к успеху. Все-таки у Майя-Санду, как мы видим, 30 процентов это где-то электорат правый. Мы знаем, что либерал-демократическая партия где-то в свои лучшие времена набирала вот примерно на этот процент. Поэтому я бы сказал так, что скорее всего я позволю себе это, скорее всего возможно господин Дадон не сможет с первого тура пройти все-таки, но шансы победить во второй у него очень велики. Я благодарю вас и хочу сказать, что на этом мы завершим первую часть нашей программы. Мы сейчас уйдем на рекламу и простимся с господин Новаком, потому что у него еще я знаю есть дела и его место займет политический комментатор Уазу Нантои. Благодарю вас за то, что вы участвовали активно. Нам с вами предстоит еще второй час. Реклама на канале Акчен ТВ. Акчен ТВ. Игорь Нантои. Реклама Акчен ТВ. Акчен ТВ. Оферта Акчен ТВ. Акчен ТВ. Идеал, зи-де-зи. И инкопытор для океазов, специально для тебя. По Страду Букурести, 68. Резервари 060-70-60-70. Рестаурант Бастион. Это логик. Са автором экологичный. Каути у нас perfectа для комерциализации? Ищи интересащи за ванзарию твоей сатинга кота максимума? Центральный комерциал ГРАД Итс пропуне цели май вантажноши кондиции для инхерии а спатии лори декомерс. Де ла 10 евро метр патрат. Пласат în центрul capitале vis-a-vis de gара auto, Центральный комерциал ГРАД Итрунеште кондиции сигуре Пентру комерциал ГРАД И престари де сервичи. Центральный комерциал ГРАД Страта Тегина 46. Телефоан 022-272-773 Сау 0799-56100. Пентру о виата санэтоаса Сумаți зилник минимум 2 литри де апа. Добрый вечер, я приветствую тех, кто только что включил свой телевизор. Вы смотрите специальный выпуск программы «Дело принципа», где мы подводим итоги голосования выборов на пост президента Республики Молдова. К нам присоединился господин Антой. Добрый вечер. Добрый вечер. И сразу же начну с самых свежих данных по голосованию. На этот час обработано 55,31 бюллетеней. Результаты таковы. Игорь Дадон 52,42%. Майя Санду 33,99%. Дмитрий Чубашенко 5,34%. Юрий Лянко 3,46%. Михаил Гимпу 2,23%. Валерий Гелецкий 1%. Приблизительно Майя Лагута 0,83%. Сильвия Раду 0,47%. Анна Гуцу 0,17%. И это пока такие данные, которыми мы располагаем. Господин Антой, до вашего прихода мы разбирались в ходе предвыборной кампании. Говорили, чем она отличается от всех предыдущих. Компании говорили о явке, анализировали предпочтения наших избирателей по возрасту, по географическому положению, по полу и много различных других. Но вас сразу же с места в карьер. Ваш комментарий, уже больше половины обработано. Данные таковы. Будет у нас второй тур или нет? Я считаю, что вероятность второго тура достаточно высока. Потому что, ну, уже обработано больше половины. Это, как говорят, тренд. То есть, и арифметика такова, что даже 50% плюс один голос из тех, которые получили на руки бюллетени, если в пользу господина Додона, то это будет достаточно, чтобы объявить его выигравшим выборы с первого тура. Но здесь как раз не надо торопиться, потому что, я не знаю, в какой мере голоса диаспоры у нас. Солнце идет туда, в сторону. Как везде, господина Атоль. Везде солнце встает на востоке, а садится. Нет, нет, все правильно. Я имел в виду, что, наверное, когда проголосуют в Соединенных Штатах, я не знаю, сколько там наших сограждан и насколько они активны. 50 тысяч болдаван, неизвестно, откуда появившихся. Ну, вы знаете, с одной стороны, плач Ярославный стоит, что молдаване разбегаются, с другой, они же не в Малисо-Малисо. Соединенные Штаты принимают всех. Так что молдаване известны своим умением интегрироваться в другие общества. У себя дома обустроить свой дом, это хуже получается. Но чтобы разбежаться и интегрироваться, это у нас получается хорошо. Поэтому я остаюсь на своем. Мы играемся с вероятностью, я не гадаю на кофейной гуще. Пока что выглядит так, что господин Додон побеждает в первом туре. То есть, вы так видите картину? Ну, вероятность больше 0,5. Я поняла. Вот хочу поговорить по поводу того, что эти итоги будут означать для власти. Потому что победит господин Додон, ну или вдруг будет второй тур и победит Майя Санду. Не знаю, как бы ситуация не сложилась. Вот власть, она играла на этих выборах. Играла как умело. Играла в лице господина Лупу, играла в лице господина Гимпу. Играла в лице господина Лянка. Господин Антой уже, наверное, сейчас не будет со мной спорить. Я что, когда-то спорил насчет Лянка? Да, было такое дело. Это вне камеры. Это вначале было, вы по-другому были настроены. Я же, о чем хочу вас сейчас спросить. Вот так, как выступила власть на этих выборах, о чем это говорит? Вот, то есть, ее рейтинг, мы можем уверенно говорить, что ее рейтинг стал падать. То есть, она не уверена уже в себе так, как была уверена. Смотрите, Лупу отзывает свою кандидатуру. Гимпу почему-то говорит, я как бы ухожу, но я не ухожу. А потом говорят, ну, сказал так для того, чтобы потом сказать, ну, люди перепутали там, как-то на меня как-то голосовали. Вот результат господина Лянка. О чем это говорит? Корнел. Ну, результат господина Лянка, все-таки мне хочется как-то отметить, что он не так плохо, как он мог быть. Конечно, он, скажем, у него в прошлом году были другие показатели. Тем не менее, если вы спросили про власть, то я все-таки Лянка к власти не причисляю. Потому что, если причислять Лянка к власти, тогда вот социалисты считают, что Исанду нужно причислять. А вы ничего не причисляете Лянка к власти? Я Исанду, кстати, к власти не причисляю. И Лянка не причисляю. Хотя, скажем, аргументы могли быть и в пользу того, и в пользу другого, но... Хотите, я вам покажу самый большой аргумент? Давайте. Господин Антой. Господин Антой для меня... Я метр в 68, я не могу. Ну, я... Оппозиционер, тут ничего не скажешь. И у оппозиции есть градус. То есть, есть сильная оппозиция, скажем, конструктивная оппозиция, есть деструктивная оппозиция. Вот я бы причислил господина Антой к деструктивной оппозиции, в хорошем смысле этого слова. То есть, крадикальной оппозиции. А Лянка, скорее, такой, как дипломат, более или менее конструктивный оппозиционер. И поэтому... Или удобный. Гибкий. Удобный, но... Не забивайте смысле господина Чуря. Господин Чуря, я четче сформулирую. Вам показалось свое бессилие, да, вот или нет? Нет, и как смотреть? Потому что, все-таки, с точки зрения власти, Лупу рос в вопросах во время избирательной кампании. Да, он не рос настолько, чтобы его удержать в этой гонке. И поэтому, как бы, отказались от его участия. Тем не менее, власть неплохо отмобилизовалась. И вы говорите про неуверенность власти. И мне кажется, что власть неуверена была всегда. То есть, вы создали такую картину, якобы власть была в какой-то момент очень уверена в себе, очень сильная. Она сейчас что-то потеряла. Мне кажется, что власть ничего не потеряла, потому что она с самого начала была довольно-таки шаткой и слабой. То есть, в этой ситуации власть решила, и с моей точки зрения, правильно делать, играть, как вы отметили. То есть, если я не могу силой получить то, что я хочу, то я начну использовать не аргументы льва или волка, а использовать аргументы лисы. Это чисто по-макеавелевски. И это так и в учебниках написано. И поэтому, я думаю, они нашли единственный ресурс, который они могли эффективно использовать, чтобы удержать ситуацию под контролем. Говорить о том, что они усилились... Я понял, что господин Чури очень хорошо думает о нашей власти. Он считает, что они что-то читали, в том числе в учебнике. Нет, не обязательно читать. Макеавелли, не надо его читать, чтобы понимать. Потому что это пытается в том... Да, кстати, надо им быть. Или есть, или нет. Или макеавелли, или нет. Поэтому, я думаю, что власть ничего, скажем так, не потеряла. А получила она или нет, это мы увидим потом. Ну вот потеряла, может быть, психологически. Скажу свое мнение. Сейчас будете со мной спорить, если не согласны. Ну, смотрите, когда кандидат выходит от власти, Мариан Лупу. И что он говорит? Он говорит, а вот есть кандидат, который сильнее меня. И называет имя этого кандидата, да? Называет Майя Санду. То есть, когда публично представитель власти выходит и говорит, что есть политики сильнее, и за него проголосуют, то психологически это выглядит так, знаете, я вот уже не могу. Если можно, когда мы говорим власть, ну, не будем так сильно напирать на то, что у нас власть в Global Business Center. Вот формально есть мажоритарная коалиция в парламенте. У нас основные полномочия, ссореоточенные правительство, парламент. Если я не прав, поправьте меня. Кто входит в эту правящую коалицию, мажоритарную коалицию? Входит либеральная партия. На мой взгляд, которая успешно последовала за христианско-демократическо-народной партией. Ее можно уже вычеркивать из списка партий. Демпартия, которую сняли кандидата, который пользовался неограниченными финансовыми, медийными и административными ресурсами, сняли, потому что он не проходил во второй тур. Дальше, я уже плохо помню, 17 перебежчиков из Компартии, по-моему, да? 14. 14, да. Потом бывшие пеледемисты тоже, которые перешли. И получается, что вот эта правящая коалиция, она, да, в общем-то, она утрачивает моральную легитимность, не будем трогать юридическую. В этом смысле, да, у власти ситуация достаточно сложная, но я хотел бы сказать следующее, что как-то я пошутил, что молдаване – это северный народ, потому что когда на улице было минус 10-15, на площади было и тысячи, и тысячи людей. Как пришло лето, полный релакс, и сейчас вот не надо ни на какие баррикады лезть, не надо никакие коктейли молотова кидать, не надо все тихо, мирно, надо выйти и проголосовать. Сколько вышло голосовать? Меньше половины. Это о чем говорит? Это о том, что общество устало, общество не верит в выборы. Это все опросы демонстрируют, что с одной стороны люди более-менее раньше активно ходили, а с другой стороны больше 80% не верят в то, что выборы справедливые и корректные. 90% заявляют, что они не верят, что страна управляется волей народа. В общем, я считаю, что сегодня говорить, можно говорить о чьей-то победе, о чьем-то поражении, но мне кажется, как победителей сегодня нет, потому что уж слишком депрессивная атмосфера в обществе. И я философски смотрю на то, что, возможно, господин Дадон станет президентом. У нас был Владимир Воронин, который вел нас в какое-то светлое, то ли прошлое, то ли будущее. Потом он успокоился, повел нас в Европу. Сейчас он совсем успокоился. Сейчас он вообще говорит, не хотите вообще голосовать. Я хочу вас прервать. Я прошу прощения, у нас есть 65,59 обработанных бюллетеней. Результаты таковы. Игорь Дадон, 52,04%. Майя Санду, 33,44%. Ну, где-то тогда. То есть мы видим, что тенденция, по крайней мере, она сохраняется. Дмитрий Чубашенко, 5,62%. Юрий Лянко, 3,38%. Ну, Михаил Гимпу, 2%. И далее там небольшие у нас изменения. В том, что вы упомянули, единственная цифра, которая сегодня имеет значение, это голоса, полученные господином Дадоном. Больше 50 или меньше. Если меньше 50, тогда гарно, песня, она оплачена из нового. То есть второй тур. А если больше 50, то игра сделана. Господин Шиповал, по поводу власти. Это проигрыш власти? Пока нет. Я вот хотел бы обратиться к избирателям с одним таким посылом и моментом. Не надо расслабляться. Если вдруг по итогам нашей сегодняшней ночи окажется у Игоря Дадона 49,99%, и что во втором туре он обязательно победит Майю Санду, власть будет все делать для того, чтобы фальсифицировать второй тур. Точно как это делалось дважды по муниципию Кишиневу, когда побеждал Кирта, когда и у Гречана украли победу, и у Датона украли победу. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому я не скажу, что власть проиграла еще эти выборы. И власть работала очень слаженно, очень конкретно, очень продуманно. Вы меня извините, этот розыгрыш справа типа идет Майя Санду, слева ближе к центру идет господин Лупу. Это все домашняя заготовка, которая очень реально осуществлялась под руководством Вашингтонского обкома. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что я говорил в первой части нашей беседы о открытом вмешательстве иностранных государств в нашу избирательную кампанию со стороны официальных лиц Европы и так далее. Причем это беспрецедентное открытое вмешательство. Власть делает то, что она запланировала. Единственное, что она получает несколько неожиданные для себя варианты. Я понимаю, что планировалось, что номер один должна быть не Майя Санду, а должен быть Мариан Лупу. И вся ставка делалась на это. Но демократы получили то, что они получили, участвуя в краже этого миллиарда народных денег. И это та реакция народа, которая есть. Но вы меня извините. Давайте говорить на конкретных цифрах. Что сегодня такое Демпартия? Вот они реально сегодня получают 15% и поэтому они сняли лупу, чтобы не позориться. Через два года парламентские выборы, а если вдруг не очередные, это серьезный удар по престижу партии и по будущему результату парламентских выборов. Они, образно говоря, нашли самую лучшую лазейку сняться без позора. Типа они поддержали вот таким вот образом Майю Санду. То есть это безболезненный урок. Про европейский. Да, да, да. Это очень грамотная тактическая заготовка. Но давайте посмотрим. У них сколько? 470 или 460 примаров. Это больше половины по республике. У них 22-23 председателя района. Это две трети примаров районов и городов республики. Это огромнейший административный ресурс. У них самая большая финансовая база. Я здесь вот с Азу Георгиевичем вполне согласен вот с этими моментами, то, что он высказывал. То есть у них реальные силы. Сбрасывать их сегодня со счетов мы не можем. Почему? Потому что если будет второй тур, я же прекрасно понимаю, что начнется. Рука Москвы, танки в Приднестровье, геополитический фактор, додон с автоматом, с пистолетом. Помните, как его показывали во время парламентских выборов 2014 года? Вот эта вся истерия начнется. И начнется раскачка нашего общества. Это уже не первый раз наша власть демонстрировала. Поэтому я бы так бы облегченно сегодня к этому вопросу не подходил. Власть еще не показала на то, что она способна. Власть не показала свои зубы. Поэтому нужно бороться до конца. Нужно быть очень бдительными. И если будет второй тур, мы должны ясно, четко и понимать, что это решающие выборы для нашей страны. Я благодарю вас и хочу, чтобы мы поговорили о тех людях, у них колеблется результат, но мы, в принципе, уже понимаем, что уже есть политическая оценка и господина Лянко, и господина Гимпу. Вот насчет господина Гимпу, я так понимаю, у всех есть общее мнение. Господин Чуря, пожалуйста. Мне кажется, что результат... Это хороший результат, 2%? Это для либералов, конечно, не очень хороший, но, тем не менее, для Гимпу все-таки, как мне кажется, было важно также доказать, что как из компаний унионистов он сохраняет лидерство. И это ему удалось, потому что там был другой кандидат, который тоже участвовал, я имею в виду Анну Гуцу. Да, у нее меньше результатов. Там вообще ничего. И он, словами, его памятник на кладбище выше, чем у других унионистов, да? Нет. Это получается, да. Ну, это еще нужно посмотреть. Конечно, ему будет сложно выруливать самому из этого пикет. А будет сложно, потому что часть унионистов голосовала из-за Майо Санду? Да, кстати. Да, то есть мы не можем говорить, что весь унионистский электорат, он поделился между этими двумя. Конечно. Поэтому, почему я это отмечаю, потому что были опросы. Я вообще считаю, что большинство опросов были сфальсифицированы. В некоторой степени, конечно. И вот были опросы, которые показывали, что Анну Гуцу получает больше, чем Михаил Гимпу. То есть на этом поле проходила определенная борьба. И Анну Гуцу продвигали, не только сама Анну Гуцу себя продвигала, но и другие продвигали против Михаил Гимпу. Вот где-то в этом смысле у него маленькая, может быть, моральная победа, если можно так говорить, что все-таки он сохраняет лидерство на унионистском поле. И ему как бы флаг в руки. Он дальше должен думать о тех альянсах делать, потому что самому уже сложно, но возможно делать какие-то альянсы, которые бы позволили бы унионистам сплотиться на базе либеральной партии, но не на основе других. Ну, скажу вам сразу, что я в эти альянсы... Сложно верить, конечно. Сложно верить. Мне кажется, что вы сами даже в это не верите. Не верю, но тут политическая необходимость иногда заставляет игроков двигаться, потому что ситуация, я соглашусь с господином Антой, очень сложная для унионистов сейчас. А, Дед, мне кажется, что нужно подойти, знаете, с какой точки зрения к результату господину Гимпа. Вот если подумать, почему у него рейтинг так упал. И вот господин Антой, наверное, сейчас предположит, что дело в том, что он стал так активно сотрудничать с господином Лупу, да, и с демократами, как говорится, замарал себя, да, вот так про него, значит, очень часто стали писать. Не так? Я помню, как-то был я на одном культурно-массовом мероприятии, и ко мне подошли, я даже кое-кого из них узнал, это был Страшенский район там, и унионисты, которые меня помнили с тех пор, как я был в Народном фронте, не будучи унионистом, они мне сказали следующее, да, к лидеру отродат идеалу, но и с кем-бем лидеру. То есть, если лидер придаст идеалу, мы поменяем лидера. Этот сегмент в нашем обществе, он более-менее стабилен, 10-12%. И когда-то этот сегмент занимал Народный фронт, Христианско-демократическая народная партия, потом произошло то, что произошло. После выборов парламентских 2005 года господин Рожка пошел на сотрудничество с Владимиром Ворониным, а тут город выиграл Дарин Киртуак. И получилось так, что либеральная партия заняла место Христианско-демократической народной партии. Говорить о лидерстве господина Гимпу на фланге так называемых унионистов, у нас все так называемые, так называемые проевропейцы, извините, и так называемые социалисты, это мое личное мнение. А сложно, потому что тренд-то у него однозначный, это называется штопор, но не тот, который бутылку открывает, а в авиации есть понятие штопор, когда самолет неуправляемое падение по спирали. Поэтому я считаю, что здесь рано еще говорить, кто займет этот фланг, правый наш, традиционный, но насчет унионизма, знаете, у нас много шума из ничего, я это помню с 88-го года, эту сказку про объединение с Румынией, с одной стороны цифры колеблется, 20 там или 15 процентов выступает за объединение с Румынией, а с другой стороны голосов, то раз-два и обчелся. Поэтому не надо, скажем так, смешивать какие-то там разочарования в этом проекте и смутные желания решить все проблемы объединением с Румынией с конкретными голосами. Этот фланг у нас, почитай, свободен, и невзирая на то, что либеральная партия сохраняет свое присутствие в парламенте, я думаю, что свято место пусто не бывает, но как это произойдет и когда, я сейчас не берусь ответить. Все остальное значительно сложнее. Либеральная демократическая партия имеет нового лидера, но сыграть в птицу Феникс им очень сложно. Насколько я понимаю, у них был шанс и остается, если будет второй тур. Это чисто теоретически. Я сейчас просто дам еще данные последние. Обработано 70% бюллетеней. Игорь Дадон 51,65. Майя Санду 34,96. Я остальных уже называют уже почему. Я думаю, что это интересно, но с точки зрения будет ли второй тур. Это как в том анекдоте. Покойник перед смертью потел или нет? Это очень интересно. Тем не менее, они будут внимательно анализировать свои цифры. Вот господин Лянко тоже будет думать, почему с некоторых пор ему все будут говорить, а вот вы с рейтингом 3,34% там не сильно. Я так думаю. Давайте сейчас поговорим еще об одной партии и о ее кандидате, потому что его шансы действительно оказали влияние на результат Игоря Додона. Я сейчас говорю Дмитрию Чубашенко, который представил нашу партию лидером, который является господин Усатый. Вот этот результат у Дмитрия 5,59%, ну 6%, грубо говоря. Как вы их прокомментируете? Вот мне вас интересно послушать. Я два слова о ГИМПу, потому что... Святое дело. О ГИМПу надо сказать социалистам и поддерживать. После этих выборов в ребрингинг политический проходят ГИМПу наша партия и ПКРМ, которая бойкотирует выборы. И либерально-демократическая партия. Я вот соглашусь. Вот давайте чуть-чуть расширим сейчас вопрос, я быстренько про всем пробегусь, но начинаю с Чубашенко. Да. Вы знаете, этот его результат 5-6% допустим, те же социалисты называли на протяжении всего месяца и говорили, ребята, что вы творите, что вы делаете. Посмотрите, на правом фланге все объединяются. У вас будет не более 7-8%. Это однозначно. Даже вчера я буквально с некоторыми их товарищами политологами общался, руководителями нашей партии, они все были уверены, у нас 15%, Чубашенко 15%. Поспорили со мной на конях, на все свободно. Они сильно обрадовались, когда Анастасия отказалась. Они почему-то решили, что ему голоса перейдут. Это автоматически никогда не переходит. Вот господин Нантоин, как опытный человек в политике, он подтвердит, никогда не бывает автоматического перетока голосов. Поэтому с их стороны было бы очень правильно поддержать, и это была стопроцентная победа левых сил. Ну вот это их трагическая ошибка. А у вас есть версия? Упрямство и недальновидность. Политическая незрелость лидеров на сегодняшний момент. У меня, как у политолога, только такая оценка. Другой... У кого из них? У Чубашенко и Усатова они идут в связки, извините, как два сиамских близнеца. Поэтому еще раз однозначно. Я думаю, что Усатова, потому что Чубашенко Ну, я не знаю, имеет, не имеет, но он на последней стометровке якобы тот самый... Он не самостоятельный игрок. Это просто самоуверенность, просто детская, несерьезная, которая говорит о том, что несерьезные люди занимаются политикой. Нельзя так играться в игры. Это не игрушки, это не шахматы, это политика. А политик у нас только один додон, у него и программа, у него и команда, у него и структуры. Поэтому он сегодня реально и побеждает, и идет. Нет, ситуация могла быть и другой, если в 2014 году не было бы этого вывода. Поэтому понятно... Это сослагательное наклонение. Конечно же. Нет, это не сослагательное наклонение, потому что это, как говорится, медицинский факт. Когда мы смотрели социологические опросы перед выборами 30 ноября 2014 года, партия социалистов преодолевала избирательный порог, но она была с самым слабым результатом. Тот факт, что в августе 2014 года впервые были озвучены данные социологического опроса, которые говорили о том, что Рената Усатый преодолевает избирательный порог, для многих было, скажем так, из тех тогда, которые находились у власти не то, что несколько неожиданным, они в это дело не поверили. А потом, когда увидели вот эту волну, которая нарастала, для меня очевидно, что партия социалистов стала первой, потому что исключили Рената Усатого. Но если уж тут состязаться в политологии... Мне интересно сейчас, господин, почему... Вот я попытаюсь ответить. Можно? Ответьте, почему они не... Дело в том, что я исхожу из-за другой расстановки интересов. Конечно, партия социалистов представляет Майю Санду как кандидата удобного власти. Не знаю, почему, но для меня очевидно, что Игорь Дадон является политическим партнером нынешней власти. И в то же... А Игорь Дадон говорит точно... Нет, нет, нет. То, что говорит... То, что говорит господин Дадон, это его суверенное право говорить. Выслушайте меня. Я не знаю, кто стоит за господином Рената Усатый и какие интересы там и почему господин Рената Усатый так агрессивно атакует господина Плохотника. У меня есть одна версия. Нет, нет, нет. Версия... Я просто и скажу... Я исхожу из того, я исхожу из того, что участие нашей партии в этих выборах было направлено на то, чтобы не дать господину Дадону стать президентом. И именно поэтому они настаивали на своем кандидате. Именно поэтому нет никакого единства левых, правых сил. Давайте вспомним, что Валерия Матея замочил в политическом сортире Юрий Рожко. То есть на правом фланге. Мы не можем вспомнить, потому что мы не были в том сортире, но я знаю, что есть версия... Есть версии просто другого характера. Господин Усатый очень сильно обиделся на то, что он лично не смог принять участие в этих выборах. И знаете, как вот... Ну, потому что он ожидал, что возрастной ценз будет 35 лет. Да он причем здесь, он не консольный суд, он не полгарный. А не доставали... Вы слушали, господин Шиповала? Сколько вам лет? Должны были... Это было бы слишком просто сводить все на уровень пацанских обид. На уровень человеческого фактора? Это пацанских обид. Я это воспринимаю. Я, по крайней мере, эту версию встречала очень часто, не знала, как там и что. В свое время была популярная версия, что земля плоская. Ну и что? Господин Антой, я знаю, что даже в то время вы бы наверняка говорили правильно. Вы бы говорили, ну она не плоская, ну может она и не круглая. Разве у меня пригласили в студию? Вы терпите, а сейчас все нет. Разве же вы меня пригласили в студию? Потерпите, я не только терплю, я даже словом предоставляю. И, кстати, успеваю вклиниться с результатами голосования. Да, 75% у нас. Игорь Дедон 51,39, Майя Санду 35,25. Ну вот, осталось 25% получается. Тенденция понятна. Тенденция понятна, да. Не знаю, будет ли у вас ответ на счет второго тура, но осталось ждать, я думаю, недолго. Хорошо, вы хотели что-то сказать? Я же о ГИМПу не закончил, да? Здесь есть один момент. То кто, о чем? Нет, ну да. Здесь есть один момент. Де морти бус нихи лаут бону. Здесь есть один момент. Не надо переводить, мы поняли, господин. Здесь надо учитывать. ГИМПу как политик-человек и либеральная партия. Понимаете? Здесь выборы президента, это не парламентские выборы, это не идея. Это очень во многом человек. Дедон лидер. Санду в какой-то степени вот ее сделали там лидером, надули ее там авторитет, да, искусственно. Вот. А Михаил ГИМПу, он свой авторитет растерял за последнее время. Извините, конечно, у Игоря Николаевича Дедона авторитет натуральный, не дадутый. Да. Шестка. Все очень хорошо видим, что происходит в Вашингтонском обконе. Вот это все так однозначно, что остается впечатление. Я про ГИМПу. Не, а я про свое. Что остается впечатление. Да, ты понял. Я была спокойна за эти выборы, в качестве, если говорить о Вашингтонском обкоме, когда увидела, что в наблюдателях лично посол Соединенных Штатов. А я о другом хотел сказать. Выборы? Ждал бы Вашингтонский обком семь с половиной месяцев, чтобы наши политические лидеры определились с кандидатурой единого кандидата? Ждал бы. А зачем? а Додон, извините, конечно, дипломаты. Потом мне кто-то говорит, что господин Додон Шишу, да я проевропеец, ну так надо, ну что делать. Поэтому я же не делаю вывод, что... Господин Анто, я сейчас подумаю, что вы ревнуете. Да, я не бежал. А, нет, нет, нет. Я хочу послушать еще Корнелю Чуря по поводу Вашингтонского обкома. Вот если так откровенно уже говорить, как вмешивались представители Соединенных Штатов и Европейского Союза? Я думаю, что господин Антой чуть-чуть специально так защищает Вашингтонский обком, который я тоже защищаю. Но вы... В принципе, во многих ситуациях, в разных странах, так же, как делает Москва это, в разных ситуациях, в разных странах. Потому что это два сильных государства, которые должны вмешиваться из-за разных причин, даже если хотите, из-за причины поддержания мира. Можно я оспорю слово «должны» только? Нет, это слово невозможно оспорить. Если ты, как сильная страна, не вмешиваешься и оставляешь все, чтобы текло, было на самотек, тогда система рушится. Поэтому... Нет, просто если должны вмешаться одни, то другие тут же скажут, а должны... А кто вмешался, когда сперли миллиарды? Вот это не плохо. Нет, то, что у нас есть косвенные... Хороший вопрос, господин Антой. Вмешался Кролл, американская компания. Господин Антой, у нас есть косвенные признаки того, что Вашингтон как-то участвовал в этом всем. Даже вот эта запись телефонного разговора, которая прозвучала, он показывает косвенно, что да, существовали определенные влияния. И это абсолютно нормально, поэтому, я думаю, нет смысла отрицать. У нас нету, господин Антой, у нас нету просьбы американского посла, чтобы мы их защищали. Поэтому то, что можно признать, мы признаем, я, по крайней мере, признаю, но и в то же время я считаю, что Евросоюз не вмешивается в наши внутренние дела. Я не имею в виду эту мелочь насчет САНДУ, я имею в виду, что мы подписали с ними соглашение об ассоциации. Мы внедряем их нормы. Как они не вмешиваются? Да, самым прямым образом, и мы, кстати, с этим согласны. Нет, что значит? И мы с этим согласны. Мы с этим согласны. И мы с этим согласны. И это самое страшное. Почему страшное? Будет, поработает наблюдателем на выборах. И хотят, отключим газ. Они не вмешиваются? А приведите примеры, когда маклаждают, что дадон с Путиным фотографировался, еще с кем-то. Выступила какая-то политическая партия России и заявила, вот наш дадон. Нет, это все была европейская народная партия, это все были лидеры Евросоюза, это было англо-нет. Я думаю, что Корнелл в глубине души, он где-то считает, что если русские как бы так и вмешивались, думает он, но все-таки меньше, чем западники. Нет, на левом берегу, да, но на левом берегу нет. Но мы сейчас говорим, да, о голосующих. То есть на левом берегу, на берегу у нас, по-моему, пять тысяч проголосовало. То есть мы говорим о бесходе, я говорю о тех людях, которые повлияли на исход выборов, да, то есть те, кто проголосовал. Вы имеете в виду конкретно вот эти? Конечно, я имею в виду конкретно эту предвыборную кампанию. Безусловно. Сколько с него в берега шестидится? Господин Шиповалов, дайте сказать, пожалуйста. В этом смысле я считаю, что в правобережной Молдове больше влияние Запада, в левобережной Молдове больше влияние России. Вот такой вопрос. Выкрутился, да, что называется. Я не скажу вам все-таки так, но вот это будет так. Но тем не менее, вы знаете, что я написала статус после того, когда вот стали ясны эти вещи. Меня знаете, что расстроило, господин Анна Анатольевна? Вот вам хочу пожаловаться. Потому что меня страшно расстроило, что вот эти все вещи, о которых мы говорим, и когда стало понятно, что без давления извне не решилась бы судьба Майсанду и господина Анастасы, да, и когда стали появляться заявления, когда стали появляться фотографии. Для нас, вот черт возьми, все норма. Нет, 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 давайте так. Я что-то не понял. Это какой-то комплекс неполноценности у нас, в нас сидит, что кто-то где-то был. Естественно, совершенно естественно, там ходят фотографы. И чисто случайно. И потом звучит заявление европейского народа официально. Нет, не просто сфотографировали, а официально с надписью. Мы поддерживаем этого кандидата в Молдове. Это было сделано официально. Это не просто так. Какой-то фотограф, как говорит господин Аннатоль, пробежал и случайно и Туска сфотографировал, и Меркель сфотографировал. Кого он там, Юнкера сфотографировал. И Панама пейпер сфотографировал, да? Да, да. И давайте... А вот дома никто не фотографировал. Нет, ну давайте так. Давайте по очереди. То есть вы считаете, что у нас это комплекс, в чем он заключается? Это наш провинциальный комплекс неполноценности плюс инструмент манипуляции избирателей. Потому что для определенного сегмента нашего общества, если скажешь, у лири, они, конечно, бегут менять памперсы и голосовать за наших государственников. Скажите, пожалуйста, в вашей фракции сколько граждан Румынии? А я не во фракции, я не социалист. Он не депутат парламента. Я не депутат парламента, вы меня с кем-то переведите? Нет, ну как-то... Не знаю. Да. Я независимый политолог. Я как-то видел... Вы его спросите, сколько в вашей фракции? И вообще спросите, в какой он сейчас. Вот вы в партии... А! Нет, с моей партии... Я понял, вы улянкой были, друг. Нет, подождите. Нет, подождите. Нет, подождите. Ну так, а можно я объясню? Пусть он ответит на этот вопрос. Национальный совет меня избрал одним из вице-председателей партии. Да. И вот после того, как я призвал сторонников Народной Европейской партии поддержать мою осанду, мне сказали, что... Так это ваши происки? Это моя позиция. Совсем не фотографии. И мне сказали, что в Фейсбуке молодежь от Народной Европейской партии сказала, типа, до свидания, господин Антой, иди к ЦОПам. Такой был клип, интересный, я видел. Я не видел. Но я не видел решение Национального совета. Я вот сейчас думаю, я остался членом этой партии или меня исключили. Ну вы узнаете после выборов, я думаю. Сын Антой, я вас не узнаю. Почему вы сидите и ждете, что вашу судьбу должны решать? Вы же у вас такой активный. А мне интересно. У вас активная позиция. Вы должны сами сказать. До свидания. У меня активная позиция. А то вас безважнение нет. Я просто хочу сказать, что когда 20 октября я публично включился в поддержку Майя Санда, знаете, что я обнаружил? Я несколько раз побывал в офисе. Я увидел избирательную кампанию, построенную на чистом волонтерстве. Ой. Не надо ойкать. Не надо. У вас, Георгиевич, вот это для детского сада сказки. Вы мне не рассказываете, как делать. Можно я в клинике с 80% от телевизора? В речи зала. В бюллетене обработано. Результат. Игорь Дадун 50,7%. Майя Санду 35,98%. Нет, в данном случае сколько Майя Санду имеет, это уже не суть важная. Господин Антой, для вас должно быть важно. Нет. Здесь единственное, что это будет иметь господин Дадун 50 плюс один голос или 50 без одного голоса. Хорошо. Поэтому, если меньше 50, минимум один голос, тогда продолжается песня. Второй тур. Если нет, так... Да, значит, у нас, получается, данные таковы, каковы они есть. У нас по-прежнему неясность. И мы видим, что результаты Игоря Дадуна несколько упали по мере подсчета голосов. Посмотрим, чем это закончится. То есть, мы не исключаем с вами второй тур. Знаете, я неспроста сейчас вас спровоцировала на дискуссию по поводу международного фактора в этой кампании. Потому что есть такая версия, что главное, чтобы позволили, если будет второй тур, значит, кандидату от левых сил, скажем так, победить. Вот многие говорили, что европейцы и штаты в жизни не допустят. Ну как, социалист станет президентом. А вот мне интересно, вы верите в то, что результат будет таков, каков он есть? Либо будут давить на результаты второго тура? Господин Антоний. Что значит давить? Ну, очень просто. У нас, знаете, когда страна зависит от того, сколько нам дадут денег, МВФ, зависит от очень многих вещей, выступят в поддержку Майя Санду. Нет, вы хотите сказать, что будет фальсифицироваться выбор в пользу Майя Санду? Нет, я просто хочу сказать, что я категорически отвергаю эти возможные спекуляции, что по указанию Вашингтонского обкома кто-то здесь будет заниматься фальсификацией. А господин Асталеб сказал одну замечательную фразу. Нет, знаете что, господин Асталеб может говорить все, что угодно. Я не люблю политологов, мнение которых зависит от источника финансирования. Это раз. Это я сказал свою позицию. И то же самое можно сказать про Евросоюз. Когда в 2001 году господин Воронин, коммунист, получил власть, у него тоже были комплексы. Но он очень быстро понял, что Запад работает с тем, кто представляет народ. Те, кто... Но Запад никогда не настаивает на фальсификации выборов. Да, везде есть свои, так сказать, методы soft power. Мы помним карусель евробюрократов и государственных лидеров перед парламентским выбором 2014 года. Там были два фактора. Первый, это был месседж господину Путину, не трогай Молдову. А второй, это, так сказать, надували рейтинг проевропейских партий. Но говорить о том, что под давлением Запада будут фальсифицированы выборы... Так извините, почему не фальсифицируют выборы в Беларуси? Это, я говорю, мир не идеален. Я в отношении 2001 года, прежде чем вам дам высказаться, могу сказать вам одно. Мне кажется, что это некорректно сравнивать ситуацию геополитическую, какая была в 2001 году. Всякое сравнение относительно. Отношение США и России. И сравнивать отношения между этими державами сейчас. А что случилось? То есть вы... Я вам потом на ушко расскажу после эфира. В чем... Почему они между собой вдруг начали ссориться? То есть мне кажется, что это не очень корректно, потому что на сегодняшний день противоречия обострены до предела. Я уверена, что меня поддержат в этом господинчуре. А как это США и Россия ссорятся, а в Украине 10 тысяч убитых? Что за ссоры? Я думаю, что мы про Украину поговорим. Да нет, какая-то мелочь. Корнео, не поддавайтесь на провокации. Да, я задала вам вопрос. Уганду обсуждали. Вы попросили поддержки. Да, в отношении того, что некорректно сравнивать ситуацию, потому что сейчас геополитическое напряжение между Россией и Соединенными Штатами гораздо сильнее. Ну, я только скажу, тут нет смысла, потому что и господин Антой тоже признает это после эфира. Может быть, он сейчас не хочет. Но я только с конференции приехал недавно из Бухареста, где очень живо обсуждали новую холодную войну. Я не думаю, что этот термин полностью имеет право на существование, но его активно обсуждают академические круги. То есть, поэтому, конечно, если вы спросили, обострилась по сравнению с 2001 года, естественно, да, естественно. Тут никто и спорить не будет. Вот спасибо, господин Антой. Просто господин Антой. Вот видите, господин Антой, я единомышленников обрела. Но речь не идет о том, чтобы кто-то фальсифицировал выборы, извините. Я не согласен. В эти игры они не играют. Я здесь соглашусь. Я соглашусь с этим тоже. Самое смешное, что я не говорила о фальсификации, но мы об этом тоже поговорили. Нет, ну я думаю, что раз власть выбыла, то для нее сейчас, и мне не важен обком вашингтонский. Власть не выбыла, а сам тут та же власть. Ну, с вашей точки, я ее определял как все-таки конструктивную оппозицию. Давайте так. Ой, где там оппозиция? То есть, мне кажется, что для власти сейчас важно не создавать вот эти, если она играет по лисьему, скажем, стилю, то для нее важно не создавать трение и излишнее напряжение. Поэтому я все-таки думаю, что эти выборы будут на удивление корректными. На удивление. Второй тур. Как никогда. И да. Если он будет. Я думаю, что не будет. Хорошо. Поняла. Господин Шафалов. Абсолютно не верю в то, что выборы корректные. Они изначально некорректные. Я уже говорил, почему месяц всего пропагандистская кампания, а не два месяца, как это обычно было и во всех выборах. Потом масса тех факторов, которые я называл, уже не хочу повторяться. Плюс тот тренд, который идет снижение голосов до Дона почти с 56% уже до 50% там с чем-то. Это говорит о том, что мы ждем вот эти европейские участки, которые нельзя проконтролировать. Ни Флоренцию, ни Неаполе. Там будет открытый взброс и будет фальсифицирован. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Потому что знаю, где это могут сделать. Это все серьезные люди прекрасно знают. Тот тренд, который идет, говорит о том, что пытаются вывести на второй тур, а во втором туре произойдет чудо. Санду станет светочью демократии. Игорь Николаевич проиграет два голоса и так далее и тому подобное. Вот к чему идет. Это то, о чем мы говорили, что власть, я не случайно сказал, сбрасывать сегодня со счетов нельзя. Она ведет свою избирательную кампанию, она ведет свою линию и она будет добиваться этой линии. Теперь о вмешательстве иностранных государств. Вы меня извините, вы верите в те социологические опросы американского и республиканского института. Странно, в доллар вы ведете, а в социологические опросы вы не ведете? Нет, подождите, я про доллар ничего не говорил. А может он не в доллар ведет, может он в евро ведет, а лучше на доске лейт. Мы говорим о социологических опросах. Вы верите в это? Кто его проводил, где его проводили? Но цифры предназначались для того, чтобы снять настоящего оппозиционера Андрея Анастаса с выборов. Вы верите в цифры института Кондрата Динаура, тоже немецкого, тоже западного? И вы говорите, что запад не вмешивается, он просто нагло продиктовал цифры, заставил снять нашего кандидата в президенты, нашего молдавского, конкретной партии. А потом происходит следующий уброс. Оказывается, это вот светоч оппозиции становится Майя Санду, и вдруг ее поддерживает и Плохотнюк, и делает открытые заявления Лупу и Плохотнюк, которые говорят, что это наш проевропейский кандидат. Это было или нет? Или я что-то сочиняю? Давайте спросим у господина Майя Санду. Вы не сочиняете. По-русски это называется передерка. Значит, да нет, я ничего не передеркаю. Вы передерки, вы все смешали. Ну и что? Плохотнюк это говорил, они сказали, что это наш кандидат. Да, это кандидат. А когда? Кто? Не верили? А чей он? Про Москву? Ну извините, господин Майя Санду, я, наверное, удивлюсь. Я все-таки... Действительно стал про Москву. Конечно, про европейский. Очень сложно или бессмысленно говорить с людьми, которые во всем абсолютно уверены. Ну вы тоже во всем уверены. Вы же хотите настоять на своей позиции, если я никогда не соглашусь. Вы говорили, что вы имеете суверенное право иметь свое мнение. Извините, господин Майя Санду, я тоже имею суверенное право иметь свое мнение. Ну вы занимаетесь манипуляцией электората в перспективе второго тура выборов. Поэтому говорить вот так, что Майя Санду кандидат власти... Конечно. Не-не-не-не, подождите. Подождите, дать... Майя Санду, я сейчас заберу стакан. Да не надо мне стакан. Я переживаю. Я ухожу из этой студии. Я не Ренату Сапы, не обличиваю. Мы все друг друга... Но я не участвую в такой парнографии. Мы все друг друга... Да, Вашингтонский обком, Майя Санду кандидат власти. И кричите громче. Господин Антой, не надо насчет парнографии. Это были лишние слова, да? Ну хорошо. Я понимаю, что у вас эмоции... С языком это иностранный язык, я забыл о начале некоторых слов. Я причем заметила, вы забываете слова... Осознаваться в том, что вы до этого были неправы, не так? Ну не надо. Что значит, я был неправым? Ну потому что порнографией называть эту передачу, мне кажется, некорректно. Это не передача, а поведение господина Шаповалова. Господин Шаповалов, давайте... Я могу обидеться, господин Антонович. Обижайтесь, обижайтесь. Да, вот это ваше решение, конечно. Я обязательно обидеться. Я уточнил. Я уточнил. Не передача. Я благодарю вас за уточнение. Я имел в виду поведение господина Шаповалова. Я понимаю, что мы уже в позднее время, но порнографию даже в это время Акчен ТВ не показывает, да? На этом сойдемся. Договорились. Значит, результаты на этот час у нас, к сожалению, не обновляются. И вот я думаю, что это может быть связано с тем, что как раз не приходит из посольств, возможно. Система зависит. Система зависит. Не знаю я, что с этой системой, но тенденцию мы с вами уже обнаружили. То есть, я так полагаю, что вы склоняетесь к тому, что нас ждет второй тур. Так? Да, я думаю, что да. Из посольств может прийти полтора-два процента, а не больше. Это вот достаточно. То есть, вы считаете... Это может повлиять, да? Да. Это вот достаточно. Нет, во-первых, я категорически не согласен с этим абсолютно голословным обвинением, что там могут фальсифицироваться. Таким же условием мог бы сказать, что в Москве могут фальсифицироваться. Я это не говорю. Поэтому я исхожу и наивно считаю, что люди голосуют так, как голосуют. И я ничего не смогу возразить, если господин Дадон будет объявлен президентом с первого тура. Поэтому давайте будем, так сказать, исходить из того, что те цифры, которые нам объявляют, они более-менее отражают реальность. Никто не отрицает того, что господин Дадон получил результат около 50%. Или что Майя Санду имеет разрыв с ним около 15%. Эту картину в нюансах может меняться, но в целом она остается. Вот 85%, Игорь Дадон 50,2%. Вам слово. Я никак не могу предоставить слово господину Чуре. В принципе, я высказался в первой части уже, когда были объявлены первые результаты. Я говорил о том, что все-таки, как показывают другие расчеты, всегда падает после этого. Объяснить почему очень сложно. Но эта тенденция прослеживалась и на других выборах. Левый кандидат, обычно, ну это связано и с голосованием за рубежом, уменьшается его процент. Имея в виду, что у него всего лишь сейчас 50, у Дадона 50,02. Или 2. 50,12. То я думаю, что все-таки второй тур неминуем. Но скажу, что в этом втором туре, конечно же, у Дадона огромные шансы победить. В первую очередь за счет электората Чубашенко, нашей партии. Те, кто бойкотирует. Да, и я не верю в какие-то фальсификации. То есть, в принципе, второй тур, он, возможно, будет несколько формален. То есть, для того, чтобы подтвердить наши математические расчеты. Если не вмешается какой-то другой фактор. У нас, мы привыкли уже к сюрпризам. Не хочу сказать, к счастью или несчастью. Но наши избирательные кампании в последнее время очень зрелищны. Там появляются какие-то новые элементы. Поэтому я думаю, что да, в принципе, Дадон идет уверенно к победе. Если что-то, вдруг нет. Я благодарю вас. Я только прежде, чем вам предоставлю слово, скажу, что у нас 5 минут до окончания эфира. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Господин Анатоль. Нет, вся зрелищность наших избирательных кампаний основывалась на более-менее грубых и очевидных отклонениях от норм. То, что в спорте называется fair play, справедливой игры. Потому что, когда появляются партии, спойлеры, когда там снимают конкурента избирательного за 3 дня до выборов. Это, конечно, зрелищно. Или, как у нас, вся кампания была построена на том, что во второй тур выходит господин Лупа и господин Дадон. И вдруг за 4-5 дней до выборов снимают кандидата. Это зрелищность. Но она говорит о том, что за кулисами идет совсем какая-то другая игра. И мне остается только глубоко сожалеть, что избиратели иногда остаются дезориентированными этими закулисными играми. И если будет второй тур, я очень надеюсь на то, что он будет таким, как сказал господин Чуря, спокойным и никем не подвергаемым сомнению. Благодарю вас, господин Шпавал. Вот здесь я с господином Антоем абсолютно солидарен и согласен. Идет закулисная игра. И действительно, опять-таки, надеется на какой-то... Эта власть сама... Ну как власть? Власть не отдаст. Те люди, которые сегодня находятся у власти, они добровольно ее не отдадут. Поэтому они будут бороться за нее до конца. Будут фальсифицировать выборы. Будут делать все возможное, чтобы остаться у этой кормушки. Кормушки для того, чтобы не отвечать за украденный миллиард, для того, чтобы не отвечать за их 7 лет бездарного правления. Поэтому они пойдут на все. Я благодарю вас за то, что вы участвовали в этой программе. Мы действительно для наших телезрителей предоставили разные точки зрения. И, конечно, я думаю, что они сделают свои выводы. Давайте подождем, как будет развиваться ситуация. Будет ли второй тур. И тогда уже непременно будем с вами обсуждать те новости, которые, я уверена, будут появляться. Я благодарю вас за участие. И благодарю тех, кто смотрел АКЧЕН-ТВ. Вы смотрели специальный выпуск программы «Дело принципа». Доброй вам ночи. Доброй вам ночи. Доброй вам ночи. До новых ночи. До новых ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...